Меня попросили сказать несколько слов перед этой картиной. Я выступаю в роль необычной для меня, потому что люди моей профессии привыкли больше слушать и меньше говорить. На этих кадрах из предисловия к фильму «Мёртвый сезон» мастер нелегальной разведки Вильям Генрихович Фишер. Но весь мир узнал и запомнил его под именем Рудольф Абель. Загадочный турист с множеством имен и пачкой паспортов в кармане. Страстный радиолюбитель, интеллигент и эрудит. Информация о нем долгие годы хранилась под грифом «Секретно». В 1947 году Фишера в качестве нелегального агента отправляют работать в США. Одной из основных его задач был сбор информации об атомном оружии. Мало кто знает, что за несколько лет до этих событий Фишер жил и работал в Куйбышеве. В Куйбышев семья Фишера переехала в 41-м, когда в Москве шла массовая эвакуация. Поселились здесь, в доме номер 8 на улице Молодогвардейская. Тогда она называлась «Кооперативная». В запасной столице разведчик пробудет меньше года, но за это время успешно выполнит несколько заданий. Историю пребывания Абеля Фишера в Куйбышеве изучил полковник в отставке, хранитель музея истории ФСБ Сергей Георгиевич Хумарьян. Разведчику Абелю в музее посвящен отдельный стенд. Здесь представлены и другие редкие экспонаты, оружие, документы. Вот такими передатчиками пользовались шпионы в 40-е годы. Тогда, чтобы дезинформировать врага, применялись так называемые радиоигры, в том числе при участии Абеля. Одна из самых знаменитых операций «Березино» проведена им уже в Белоруссии. «Березино» имела стратегическое значение, проводилась в Белоруссии, где имитировалось, что в белорусских крестах застряла большая группа немецких солдат и офицеров, что надо их спасать. И немцы кинулись их спасать, посылали туда свою агентуру, посылали продовольствие, помощь, а мы их благополучно, так сказать, ловили». Имя советского разведчика Рудольфа Абеля весь мир узнал в 1957-м, когда в США его арестовало ФБР. Приговор – 30 лет заключения. Но в 1962-м Фишер возвращается на родину. Его обменяли на американского летчика-шпиона. Несмотря на арест, в историю Абель вошел как гений нелегальной разведки. В память о нем в Самаре планируют установить мемориальную табличку. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.